Артём Каменистый. Цикл «Люди пепла». Книга вторая. Горечь пепла. Глава первая. Холь де Манк. Нестерпимо яркий солнечный свет ударил по глазам, заставив Троя зажмуриться в тот миг, когда он оказался на одной из последних ступенек лестницы, что вела из трюма на верхнюю палубу. Солнце будто специально подкарауливало отзывавшуюся жертву, резко выглянув в провеху межгустых облаков точно в нужный момент. Шагать, не останавливаться, дурным голосом прикрикнули сзади. Разжиревший громила из епископской стражи, очень хотел подкрепить свой приказ тычком в спину, как поступил перед этим с передним узником, но сейчас ему приходилось сдерживать светлые душевные порывы. Этот берег видел немало малолетних преступников, и все они сходили на землю с пустыми руками и голодными глазами. А трой — не такой. У троя имеется самый настоящий воинский пояс, и на нем закреплены черные ножны с явно непростым мечом. И взгляд не рабский, не из тех, где нет ничего, кроме мечты о ломтеть черствого хлеба. Стражник привык распускать руки, но при всем своем скуда уме, прекрасно понимал, что в этом случае будет правильнее держаться, как можно корректнее. Впрочем, что касается всего остального, с троем обращались как со скотом с самого начала. И, похоже, так будет продолжаться и дальше. На церковном корабле их приняли как бесправных узников, судя по всему, такое отношение грозит им и на этом берегу. Прищурившись, уже на ходу осмотрелся. Верзилы в кожных доспехах сопровождают последних бесправных пассажиров к широкому трапу, который перекинули с верхней палубы на длинный причал из огромных потемневших бревен. Корабль не из маленьких, пузатый, при этом не сказать, чтобы короткий. Три высокие мачты удерживаются огромным количеством натянутых в разные стороны канатов, как отдельных, так и сплетенных в ванты. Но с Барком, который бесславно погиб, доставив жалкую горстку заключенных на крайний юг, он и рядом не стоит. Тот куда крупнее и перевозил сразу шесть сотен будущих рэшмеров плюс немалое количество неодушевленного груза. Почти все его пассажиры нашли могилу в трюме, так что этому пузачу повезло куда больше. Здесь их тоже размещали в трюме, но при этом не заточали в тесные ящики и не пичкали опасной алхимической гадостью. Если парк Кархенгайл совершил длительные плавания с дальнего севера, то эта пузатая скорлупка никогда не забиралась дальше Харборы, берега которого протягивались сразу за краеморскими морями. Дорога туда тоже не из самых простых, но занимает куда меньше времени. Нет смысла замораживать живое мясо, рискуя его здоровьем и жизнями. Не так много припасов оно успеет перевезти за время плавания. Почти две недели трой и остальные прождали транспортную оказию в одной из деревень на западе. Сухопутные дороги Крайморы не пользуются большой популярностью. Львиная доля грузоперевозок и пассажирского сообщения приходится на водные пути, преимущественно по морю, гораздо реже реками и озерами. Первый же клирик, которому преподобный Морфистен сопроводил намыкавшихся бедолаг, приказал им дожидаться появления одного из церковных кораблей. Тот якобы должен был вот-вот появиться. А пока сидите на месте, ничего не делайте, довольствуйтесь крестьянской кормежкой. Ожидание затянулось, но это даже к лучшему. На открытом всем ветрам берегу царил дух беззаботной свободы. Простая и сытная еда, никто не лезет с приказами. Можно даже гулять по ближайшим окрестностям, там безопасно настолько, насколько может быть безопасно на непростых землях Краймора. В крохотной деревушке, где не имелось ничего, заслуживающего внимания, за исключением причала, на котором проходившие суда пополнялись запасы пресной воды. На трое и остальных всем было наплевать. Даже ворчливый клирик не посягал на их независимость. Мелкий, вечно сонный человечешка, у которого в подчинение лишь влюбленный в алкоголь ночной сторож, да колдовщик с вороватыми глазами. Даже не понять, для чего именно здесь приходится держать полупустой склад. Но святой церкви, разумеется, виднее. На корабле свобода резко закончилась. Полутемный трюм, кишащий крысами, роганье вечно злых стражников, опасливые взгляды харборцев, которые приходили в ужас от одной мысли, что их привезли на земли страшного Краймора. А трой и прочие скуки ради прибавляли панике, рассказывая разные истории о Крайнем Юге. Причем врать почти не приходилось. Ведь здесь хватит чистейшей правды, чтобы много кого довести до седых волос и позорного заикания. Но разве что местами капельку преувеличить. И вот короткое, но утомительное плавание подошло к концу. В здешнем причале, в отличие от предыдущего, нет ни одной каменной детали. Сделано целиком из подогнанных друг к дружке небрежно отесных стволов каких-то исполинских деревьев. У троя длины рук не хватит обхватить самое скромное. Тут потребуется два таких человека, как он. Страшно подумать, сколько труда ушло, чтобы доставить сюда и обработать такую прорву неподъемных бревен. Ведь на берегу, который тянется левее, не растет ничего, кроме жидких серовато-зеленых кустарников. Ни единого, пусть даже самого корявого деревца не видать. Будто хорошо знакомая смертоносная пепельная пустошь, только без ядовитых пятен цветного лишайника и хищной тассеркулы. Берег выглядел уныло, дело вовсе не в почти полном отсутствии растительности. Тут хватало других неприглядных вещей. Плоский, как лепешка, заиленный пляж. Захламлен мелким древесным мусором и разбросанными повсюду китовыми костями. Судя по ширине безжизненной полосы, приливы здесь очень приличные, и там, где вода уже не доставала, поднимались невзрачные лачуги с замшелыми стенами из нетесного камня и односкатными крышами, прикрытыми зеленеющим дерном. Постройки располагались столь тесно, что местами между двумя соседними можно было протиснуться лишь боком. Лишь две вещи в окружающем пейзаже, если не радовали глаз, то хотя бы не навевали мрачные мысли. Это бесконечная водная гладь, справа. За выходом из бухты на горизонте она гармонично сливалась с густой облачной пеленой. И горные вершины слева. Холмы начинались уже неподалеку от поселения. Дальше они быстро увеличивались, чтобы в итоге взмыть в небеса заснеженными пиками. Глядя на далекие горы, Трой вдруг вспомнил, что как минимум однажды уже видел что-то подобное. Такие же высокие пики. Нет, даже не такие. Больше, много больше. Они до небес доставали. Невероятно огромные исполины, затянутые в ледяную броню, припорошенную снегом. Но ничего кроме этого вытянуть из себя не смог. Только бессмысленную, величественную картинку. И ведь не первый раз она ему вспоминается. Просто теперь с другого ракурса увидел то, что уже всплывало в памяти. Что там за горы, не понять, как и все прочее. Слишком фрагментарные обрывки. В единое целое их не свяжешь. Остается надеяться, что это до поры до времени. Память по чуть-чуть возвращается. Надо верить, что она восстановится. Ветерок, задувший слева, принес запахи гниющих водорослей и тухлой рыбы. Желудок, отреагировав на вонь, сжался комом, но потом подумал, что последние два дня его кормили далеко не на убой. Извергать из себя ему, в общем-то, нечего. И моментально успокоился. Три десятка пассажиров выстрелились в шеренгу вдоль причала. Одеты почти все одинаково невзрачно. Точнее, у большинства имелся один из двух видов одеяний. Мужской и женский варианты. Штаны из грубой серой ткани. Куртка с капюшоном из того же материала. Тонкая серовато-белая рубаха на завязках. Горубые башмаки с деревянными подошвами. Барышни выделялись лишь тем, что вместо штанов носили длинные юбки из той же неприглядной ткани. Субтитры создавал DimaTorzok